Инженер полковник, кандидат в технический наук, старший научный сотрудник, участник войны 1942-1945 года. От Телеграда, Волги, до Хафель за Берлином 70 километров. Операция Стелеградская, Курская, Днепровская, Белорусская, Украинская, взятие освобождения Варшавы, Восточно-Померанская, Берлинская операция и 70 километров западнее Берлина. Последний был с 7 до 8 мая, форсированные реки, захват города Ратынов, форсированные реки Хафель. Полгода на Висле в обороне стояли, а там всю Польшу. От начала от Люблина, а точнее Хафель, наш последний Ковель и Хафель, а дальше Люблин, Варшава, Лодь, Познадь и Прибалтика Трептов, а потом уже Германия. Три корпуса, девятый танковый, одиннадцатый танковый и наш седьмой гвардейский, от Вислы до Одера. За 14 дней мы прошли 500 километров с боями. Вот, с захватом. Танковый пошли прямо на Кютер, а нас повернули налево, поскольку первый украинский намного отстал, и группировка навесла, нам повернули. Мы утром форсировали север до юга, вот так поворачивался, так все, и мы с север до юга. Захватили там Плаздарм, подошел первый украинский, мы вернулись и пошли в Прибалтику, восточно-Померане. Осталось до Эля 18 километров, нас не пустили, а подошли специально подготовленные части с опознавительными знаками из 47-й армии. Знаками с перевозчиками на английском и французском. Нам было обидно очень. Что делать? Мы потрепаны, а не свежие. Вот единственная медаль, редкая медаль, польская, поляки, вы такую редко где увидите. В 1940 году я учился в Петтеклинке, в городе Рубцовского, Тайского края, на третьем курсе. Значит, к весне меня приглашают в воинкомат Рубцовский, и говорят, что либо сейчас в авиацию, либо, значит, все равно мы весной призовем. Ну, я согласился, меня направили в Каннское училище, это Красноярский край. Я сдал экзамены, поступил. Учились, все нормально, все хорошо. Закончил я училище и попал в хорошее разведэскладрение 8-й воздушной армии Сталинградского фронта. Командир экипажа был, Георгий, младший лейтенант, а я лейтенант. Но это на фронте не имело значения, кто там, младший, старший. Ну, все, вот он, а я был в Резион, он меня выбрал. Самолет вот там, потом покажу, Петлякова, Петлякова, отличная машина в то время, прекрасная машина. Их было две тогда, СБ-3 и вот П-2, СБ-бомбировщик средний. И вот Петлякова, это вот эта самая, Петлякова. Все, прибыл я вот в 8-ю армию, попал в разведэскадрилью. Наша задача была не штурмовать, а разведка, искать немецкие танки, немецкую технику. Короче говоря, немецкие боевые порядки, будем так. У нас были в основном СБ-3, это средний бомбировщик. Кстати, они бомбили Берлин. Первая бомбежка из Прибалки Берлина была. Это в 41-м году, когда немцы были у нас. Вот. И вот эта Петлякова, Петлякова, Болгина, дивизия Берлин. В основном вот эти Петлякова, на котором я летал, я потом вам там покажу. Вот. Эти. Дальше эти штурмовики были, Иллы были. Ну, в общем, были в то время, к концу, уже хорошие машины были. Много хороших машин. Авиация, у нас ее просто мало было. Мало. Нет, наши истребители, 16-й был, не уступали. БИС, называют двух хороших истребителей, тоже был. Они могли драться. Они не такие скоростные, но они очень... Они дрались и били немцев. Вот этот самый Покрышкин на 16-м, первый, сразу в первый день войны сбил немецкий бейсер. Вот. Просто мало у нас было самолетов. А потом вот уже, их стало много. 9 октября 1942 года, утром, примерно, вроде 10 часов, мы вылетели на разведку искать танковые, танки, танковые, четвертые танки, Али Манштейна там. Вот. Все, вошли Дебальцево, Уманцево там, все нормально. Ну, нашли... Немного они были рассредоточены, но все-таки нашли мы. Нашли, сфотографировали АФАП. Знаешь, что такое? АФАП – это авиационный фотоаппарат, громадный. У него объектив прокон в дне самолета. Объектив у него такой. И когда фотографируешь, то нельзя менять ни высоту, ни скорость. То есть все должно быть стабильно. И скорость, и высота, вот. И курс нельзя менять. Все сфотографировали, и налетели на нас... Ну, конечно, огонь был зенитный, страшный. Вышли из зенитного огня, налетели на нас два мессера. Вот. И как-то получили... Короче говоря, они нам помешали, хорошая фотография. Когда прилетели, сдали фотографию, вот. Оказалось, что неважно. После обеда, значит, во второй половине дня посылают снова. Пошли мы опять. Ну, уже знали примерно где. Вот. Все сфотографировали, там все. И вышли когда из зоны опять зенитного огня. Четыре мессера, две пары желтолобые на нас. Желтолобые... Знаете почему? У них желтый перед. Желтый. Их называют желтолобые. Ну, вот. И вот. Четыре мессера. Вот это же две пары. И, значит, справа, и атакуют. И пока... А у нас как? Впереди три пулемета впереди, а два пулемета сзади. Стрелок родился наверху сзади. У него один пулемет неподвижный, он ногой. А второй подвижной, но не турель, а он переставлял вот так. Вот. И пока он жил, то есть живой отбивал сзади, мы шли нормально. А, скажем, один на один мы могли драться с мессером. А тут их четыре, две пары. И вот, когда его убило, как потом в голову, и они уже начали, задняя полусфера свободная, они подожгли паровой мотор. И нам осталось дотянуть до Волги. Только там наше спасение. А это было, наверное, километр сорок уже. Ну, достинули базоволку, воткнулись в песок, но самолет не взорвался, поэтому там нам повезло. Ну, выскочились в машину, а не гады, не в машину, а нас, а то двоих атакуют. Воткнулись в песок, машина не взорвалась, это наше счастье. Мы выскочили, а они, значит, не машину, а задали. Ну, прилетели наши истребители, отогнали. Приехала аэродромная команда, забрала Бузаева, стрелок радиостарший сержант Бузаев, убитый в высокем пуле. Вот, его, ну, нас доставили. Я опять попал в резерв этой воздушной армии. Наверное, человек 200 резерв. Летчики, штурманы, бортинженеры, борттехники, аэродромщики. И через... Сейчас забывать начало. Вот, короче говоря, через некоторое время прибывают туда аэродромы, мы врезали это озеро Цаца, там, под Цельградом, недалеко, там полсотни километров, наверное, 40. Вот, там был аэродром, вот мы там находились. Приезжая с фронта, два генерала, один наш с Малиновым Акулышем, другой, общевойсковик, ой, наш с этим, с Голубым, а войсковик с Малиновым. Вот, ну, и этот войсковик сразу выступает. Ну, и сразу, сходу. Вы туда, сидите тут, лётный паёк жрёте, а вы видите, что делается. А немцы уже в Цельграде в двух местах вышли, к Волге разрезали на три части. Сидите, лёгкий паёк, лётный паёк жрёте, а видите, что делается. Решается судьба не только Цельграда, но и России, и Отчизны. Кто на фронт с винтовкой защищать Цельград? Ну вот, значит, сформировали две роты. Справа 50 человек, одна рота, два взвода, и я попал во вторую роту. Значит, во вторую взводу. Мне опять повезло. Нас построили, винтовку мне, двухлинейку, полтора раза длиннее меня, фляжку зелёную, весь мешок зелёный, сухой паёк, жмых какой-то. Я его в жизни никогда, ни до того, ни после не видел. Всё ведутся, подвели к Волге. Вечером темнеть ещё. Начали переправлять первый рот на плотах. И только они начали плыть, немцы, как начали скрипухами колотить. А скрипух, знаешь, что такое? Сад, вот с ними трой, миномёт. А у него выстрел, как вот и шаг. Поэтому их называли скрипухами. Всё, и сразу вернули назад. Но кто-то уже погиб там в этом. И отменили. Построили. А когда, всегда, когда мы вылетали, нам шоколад. Когда вылетает шоколад, пишет шоколад. Ну и вот там, вот среди говорят, ещё до этого. Ешьте шоколад, а то потом не пропадёт. Построили и ведут. От Волги. Темно. Ночь уже. Подводят. А вдоль фронта, в тылу, вылазила железная дорога. Причём ни насыпи, ничего. Прямо на песке шпалы и рельсы. Вот. Подвели, стоит товарный эшелон. Значит. Один взвод. Наш. Один вагон. 25 человек. Мой второй. Там нары. На нарах. Солома или сено. Постелён. Всё. И везут. Повезли. Везут сутки, другие. Третьи. Выходи, строится, получать. Допаёк. Допаёк. Вот. Открывают глаза. Свердловск. Урал. Всё. Накормили. А были пункты, протпункты по пути. Горячая пища. Накормили нас горящей пищей. Опять сухой паёк на трое суток. И дальше. Везём. Уже паёк седли. Четверо суток. Выходи, строится. Выхожу. Красноярск. Кстати, вот мы в Свердловске забастовали, поскольку мы были согласны на фронт защищать, а нас куда-то вот забастовали. Комендант куда-то бегал, бегал, говорит, потом пришёл в Читу на переподготовку на новый самолёт. Ну, поверили. Вот. Нас везли. И привезли, значит, вот в Красноярск. В Красноярск. Ну, если бы были там знаменитые столбы в шести километрах, вот нас привозят туда, а там два лагеря. Ну, обычные полевые и арки. На одной арке первая киевская кратознамённая артиллерийская училища. На второй киевская училища связи. Первый взвод туда, а на нас второй под артиллерийскую. Мы забастовали двухгодичный курс, мы кадровые офицеры, а там учились девятиклассники, десятиклассники. Мы забастовали, никаких занятий. Только в столовую. Завтрак, обед, ужин. Бедный начальник училища замучил с нами. Приезжают два генерала из Сибирского военного, из Новосибирска. Вот. Опять один артиллерийский, один авиационный. Вот. Авиационный говорит, мы очень сожалеем. Ну, вот так надо. Кто хочет вернуться в авиацию, авиаторы везде помогут. Два раза я мог вернуться в авиацию в 43-м году. Был приказ Сталина всех авиационных специалистов вернуть по назначению в авиацию. Значит, командир полка пригласил, чтобы я... А я уже... У меня же уже две красных звезды. Я привык в полку. Ко мне хорошо. Я думаю, нет. Опять в тыл, в чету или еще. Нет. Я отказался. Подписал отказ. Это первый. Второй. В Беларуси у них, как вы знаете, картофель. Кучка, солома, а сверху землей. Так вот такие. Копные были. Ну, вот иду как-то с ординарцем. Вот пойти на коп. Там дуни буду обстреляли нас. Ну, опушка. Иду мимо опушки. Вдруг Коля. Поворачивай. О, мой однокашник. Павел Ющич. Ты почему? Старший лейтенант. А я еще лейтенант. Ты почему артиллеристер? Пойдем ко мне. Ну, заходим. Ну, я ему рассказал. Он говорит, пойдем к командиру полка. Шторм нам эскадрильи. Ну, я думал, какой-то приличный самолет. А когда посмотрел, говорит, по два. Ну, кукурузник. Я ему, конечно, не сказал. Сказал, нет. Я уже привык в полку. Если бы приличный самолет был какой-то, я бы пошел. Поэтому, я говорю, нет уж так. Так, попили, понемножечку выпили, чай попили там. Вот, перекусили кашу. Вот. И я не пошел. И вот, в два раз я мог вернуться, я не вернулся и не хотел. И думаю, что сделал правильно. Рожденный лед, а полный летать не может. Ну, артиллерия наша классная. Лучше нашей артиллерии. Нет. Вот. Артиллерия наша хорошая. От 45 до 203 миллиметров. Представляете? 45 вот такая. А 203 вот такая. Нет. Вот. Особенно, вот, у нас были самоходки. 153-й очень. Города, в основном, где штурмовали города, не имеют шарах и дома нет. Поэтому артиллерия наша хорошая. Только за счет артиллерии мы, собственно, и держались. 41-й, 42-й именно за счет артиллерии. Создавались на главных направлениях наступления немцев. Создавались артиллерийские группы. И вот они, значит, останавливали нас, ждали. Артиллерия наша хорошая. Прорвали фронт. Обычно как? Готовилось наступление. А наступление это сосредоточивалось артиллерийские средства, чтобы прорвать оборону. Авиации. Вот. И прорвали когда? И все войска в этот прорыв двинулись и пошли. Пехота свои механизированы, свои кавалерии. Это ее скорее дальше, дальше и дальше. То есть, как обычно наступление. Было и такое. Цепь идет, идет. Я видел, как пехота. Я поражался. Колотят мины. Они идут. Цепью. Рядом падает тот. Пехоте, конечно, ужасно. Это я видел. Ужасно. Цепь идет, а немцы колотят. Фенометы, авиации падают, падают, падают. Ну, это и немцы также. Пехота тоже. Они цепь тоже наступают. Они тоже пехотные часто. У нас стрелковые, да, у них пехот. Ну, то же самое. Наступали так же тоже. Цепь идет, выстрелили. Вот так идут. Это была Польша, Вольщин. Крупный поиск населенный пункт. Город Грозиск недалеко. Как идут боевые. Впереди каждого корпуса. У него, скажем, три дивизии. Вот у нас три дивизии. Одна дивизия идет в голове. Одна в резерве. А вторая, в общем, две дивизии наступают. Одна дивизия в резерве. В дивизии также три полка. Два полка наступают, параллельно наступают. А, значит, третий в резерве. Вот. И в каждом полку четыре эскадрона. Три батареи эскадроны. Четыре сабельных. Эскадрон станковых пулеметов. Тачанка. И три батареи. Батареи сорокапезометровых пушек. Четыре. Батареи семьи шести четыре. И батареи восемьдесят двух минометов. Их там двенадцать штук. Вот, значит, мы, главной отряд. Эскадрон. Значит, полубатарея. Значит, две пушки семьи шемпетровых. Вот. Я, как командир взвода, всегда вот в голове. Значит, вот этот, главной отряд. Это был он главным. И в полку, и в дивизии, и в корпусе. То есть, впереди немцы, а сзади вся вот эта. Вот. Двигались мы. Ну, удачно как-то ворвались. Там небольшой агаринзон был в селе. Разгромили, разогнали его. И остановились. Кстати, работал ресторан. Вот. Там пища. Я приказал набрать, накормить. А мне еще, помимо моих двух пушек, мне придали дивизионную пушку. Здесь три. И у нас наша пушка, это 27-го, 43-го года, специально для кавалерии. Легкая она. Хороший подресторный механизм. Хорошо дремать на марше, на лафете. Мягко. Вот. И вот, значит, у меня было две моих, и третья пушка из дивизиона, каббалира лейтенов общения. Все, заняли мы это село, все нормально, расположились. Все. Я в ресторане на стол бросил лошадей. И вдруг слышу, кричат немцы. Открываю глаза. У окна колонны немцев, машина. Одна и другая. Вот попали. Ну, выскакиваю сразу. Значит, оставил шинель, автомат, ординарцы выскочил. На улицу. Все немцы на улице. И они, кто выбегает, они стреляют. Ну, кто бы лошади во дворах, аквалеристы с коней, у каждого конь во дворах, а эти, кто бы выскакивает, они стреляют. Вот. Я выскочил, что делать? У меня, значит, две пушки. Когда мы шли туда, в Волштейн, там входила одна дорога, а разъеделась две. Значит, мы договорились с эскадроном, что я прикрываю правую и левую, а он прикрывает ТЭЛ. Вот. Силы у него были, конечно, там, мне наметы были, сорокопятки. Я говорю, я прикрываю эти, а ты прикрываешь ТЭЛ. Все. Ну, все, когда выскочил, что у меня около только мои разведчики и связисты, больше никого нет. Я беру два них. Разведчик Котлерова и Каратенко. Все, бежим к пушке Федина. Да, бежим сначала к Кедрову, к Пушке, к одной. Все. Я говорю, смотри, если чего, снимайся в лес и назад в полк. Бегу ко второй, а уже нет. Там медиков командир струсил, не виделся, и он погиб. Вот циклисты его догнали и убили. Бегу к третьей, а к третьей мне надо улицу перейти. А в улице стоят немцы на машинах. И еще железная дорога через улицу. Я Котлерову, я как раз, это пока пошли. По насыпи, по этой железной дороге. Ну, немцы внизу, они же вверх не смотрят. Мы прибежали к Федину. Он стоит, значит, стрелять ему. Сюда нельзя, вот туда, а тут дома. Стрелять нельзя. Я думаю, что делать? А ко мне тут уже, помимо его расчет, моих двух разведчиков, сбежались эскадронцы. Они же даже со станковым полеметом, старший снижал. Ну, собралось, наверное, через 20-30. Ну, думаю, воевать можно. Ну, там была вида. Что делать? Не за себя, а за них. Думаю, погублю я их. Ну, и что? Ничего, я уже не... Выиграть я не выиграю. Значит, погибнут они. Ну, и я погибну вместе. Думал, думал. Я говорю, Федину, давай вот что. Прицел вынимай, бери с собой. А, значит, затвор вынимай, чтобы они не могли воспользоваться. Бери с собой. А пушку в воду. Вернемся, заберем. А озеро, я же... Я не сказал, вот та улица. А справа и слева дома и сады, а потом справа громадное озеро. Озеро большующее. Вот. И пушка стояла там у озера. Стрелять должна была в сторону дороги. А оказалось, что немцы оказались тут с другой стороны. и дома прекратили. Все. Вот я говорю, давай тогда все это делай. Забери прицел, забери затвор, пушку, воду. Ну, а там илистые. В общем, закатили ее по стволу, да. Все. Я говорю, собираем всех, веди. И иду сзади. Задумал, что-то отстал. Отстал, что-то глю-глю-глю-глю. Демцы. Елки-палки. Оказались между ими, но и немцами. И там немцы прочёствуют. Я оказался, у меня осталось одно. Либо топиться, либо стрелять. Вынимаю свой базар-патент. Хороший у меня хромир был. Под любленный. Я взял семь человек, в том числе обе рентган. И он мне дам, да, хороший шестикратный вино, вино, лицессивский, вот, автомат и вот этот пистолет, хромирный. Но это именной был. Вот. У меня он только, потому что я в ресторане автомат всё бросил, арендарство оставил там. Вот. Ну, всё, думаю, что же делать? Ну, буду топиться. Иду. А там, а лёд тонкий, он проваливается, а илистый, до илистый. И у меня, я бегу, и они стреляют справа-слева. И тоже бегут. Я бегу, лёд, и они справа-слева бегут и стреляют. Ну, на русском. А я был хорошо одет. Я всегда одевался хорошо. Вот. Кетель у меня был такой, зелёные погоны, вот, лампасы казачьи, то есть, кубанка с красным верхом, вот. Ну, раздетый, всё остальное, шинель, всё осталось в ресторане. То есть, я послушал в одном кителе зимой. Вот. Это февраль месяц. Всё, ну, всё, думаю. Топиться, посмотрю. И бегу. Они бегут, стреляют справа-слева, кряхают, хол-де-хол, оба там, вот. Вот. Русь капот, я думаю. Бегу, и вдруг, да, один сапог застрял у меня, остался выделить, легче. Я сбросил второй, стало легче бежать, бегу, проваливаюсь. Проваливаюсь, как канава, течёт вода, значит, наверное, в общем, я не знаю, сточная, или растительная. Короче говоря, по озеру, посреди течёт канава, вода, и между водой и льдом примерно 30 сантиметров. Вот. И течёт здорово. Я по течению, ногами, руками, ну, да вы, извините, хрен вам теперь, я ещё поживу. Минут 20 плыл вот так, поэтому, вот, расширяется. А я по, после авиации очень хорошо делал все, меня всегда соображала хорошая зрительная память. И в академии потом, и в общем, это у меня плохая, очень. Сюда войдёт, а тут выходит. А зритель, я, вот, всё, пробил лёд, вот, смотрю, ага, всё, река, выхожу, перехожу, она, река не глубокая, тоже, например, перешёл, направление выбрал, иду, иду так, с дерева, чтобы не запутаться, направление иду. Прошёл метров 200, смотрите, стоит лейтенант Фенин с конём. Я говорю, жду вас. Правда, всё, он раздевается, всё нежнее, бельё отдаёт мне, я этого, отверх не выживаю, одеваемся, до его коня вдвоём, ну и, значит, едем. Я в сиденье, а он, как мне, начальнику, сидя, а сам сзади. Всё, поедем, до направления едем, куда ехали, я бы знал, поедем, подъезжаем, речушка, мост, такой. Ну что, остановились, и договорились, если крикнуть, стой, коню хлыст, и прыгаем, вправо, влево, вот, если, значит, наши, если немцы, то, если наши, то, ну всё, прошли нормально, на берегу, а установлено, пыльмёт, и дремит, россиянин спит, дремит, спрашиваю, якобы, вот показывают, вот там, там, агадёшь. Вот, приходим туда, около дома, вот, а я знал, что где-то должен быть стрелковый пехотный полк, должен был быть, раньше, пока, вот, а в пехотных, стрелковых полках, у командира фронт, были либо велосипеды, либо тоже кони, вот, у этого дома было привязано несколько коней, мы подошли, ну, часовой вич, мы в форме, в темноте не видишь, что я весь был, вошли, там, на топли, там, печка, подошли к печке, там, сапоги, а, спят, тут человек, наверное, 10, 12, спят, вот, мы подошли к печке, я посмотрел, сапоги, выбрал, одел сапоги, вот, чужие, в педину говорю, выходим, выходим, тихонько, он своего, я чужого, отводим тихонько, садимся, и скачем, километров 10, до первого хутора, польского доска проскочили, ну, они нас хорошо встретили, обогрели, накормили, в общем, все было, и после этого мы возвращались в полк, вот, а, когда, значит, вот это все произошло, я разведчикам сказал, доложить, они доложили, полк развернулся, и разгромил, значит, паталёра, то есть он был уже впереди, и разгромил, вот, ну, а меня нет, справедливо говорят, либо немцы в плен, потому что мои разведчики видели, что я шёл там, из-за мной, или, говорят, в плен взяли, или, может быть, утопился, значит, вот, ну, оказалось, ни то, ни другое, всё, подхожу, закладываю, он смотрит на меня, ты где? Я говорю, ой, как же, а как же, сказали, что ты в плен попал там, в белье, нет, вот, живой, забирай, значит, свою пролётку, точаточка лёгенькая, и лошадейцы, ординарцы, коновода, они все у меня, значит, и вещи по ней там, всё, я забрал, ну, и дальше пошли, так, что вот это такое. Честно говоря, очень много вранья в кино, и особенно, вот, выступают, значит, 60 минут, там, приглашают, много врут, и что вот, гнали командира на проволоки, на танки, разрыв, всё это неправда, оружие было, сколько бери, и винтовку, и автомат, и вешай, бери, у меня автомат был, и пистолет, ТТ, ну, а потом, вот, пистолет, ординарец, а я вот этот, лёгенький, мазер, патент, вот так, что это враньё, одеты, обуты, были мы нормально, и врут, безбожно врут на всё, командир, ну, как я буду плохо относиться к своему, если я с ним, и в кухне, и в бою, и во сне, и всё прочее, и всё прочее, а если бы какой-то наш ходил, если бы его бы прибили, свои же сзади разные, и всё. Вот полковой СМЕРШ у нас был капитан, но никто не знал, что он, я знал, потому что мой, командир из батареи, помню, конвзвода Калачёв был, значит, осведомитель, и только он знал, что вот этот капитан, СМЕРШ, хотя он, как обычный был, а если, скажем, если бы кто-то, вот, в батарее, мыслил, предатель, чем-то, то есть, не боевым духом, а где бы, то есть, трусливый, сижу такой, вот это его, вот, то есть, он не наветы, а именно, вот, такие, состояния, будем говорить, боевое состояние каждого, сотрудника, каждого, артиллериста, то есть, пехотинца, кавалериста, каждого, в батарее, он знал, и этот, мне сказал, кстати, он меня, капитан, в Беларуси выручил, я мог попасть под трибунал, вот, и этот капитан меня выручил. Мы остановились в Польше, а у них там, значит, рыбный завод, и вот, ступеньками, рыба, одна ступенька, там, эти самые, перегородки, и одну, перегородку, кто-то снял, рыбу, короче, погубили, ну, кто-то из наших, как говорят, вот, и рыбу, и на, а я, моя батарея рядом стояла, но я же не охранял этот канал, вот, и все подозрения на батарею, и начали таскать меня, и вот он, только он защитил меня, не знаю, нашли кого, или не нашли, но, подозрения были на мою батарею, но нет, батарея абсолютно не причастна, у меня таких не было. Вы знаете, у меня как-то все время было нормально, правда, честно, там не думали, а потом я все время в наступлении, выбили, выбили, они, не они, вот попадал я в такие, еще был случай, подобный, вот попадал я, ну так это война, это бои, это не пирожка какая-то, а так настроило боевое, кстати, вот некоторые, клянуть Сталина, я сталинист, на фронте, когда мы стреляли, вот, скажем, на Курсской дуге, мы участвовали в арт-падатуре, хотя наши маленькие пушки, но привлекали всех, и нас выдвигали, вот, так наши, мои артиллеристы, никто им не приказывал, ни я, ни взводные, они на снарядах писали, либо, этим, землей, либо чем-то, за родину, за Сталина, снаряд полетел, это же ничего, описание, никто их не заставил, Сталин, высоко, котировался, то есть, на него, очень хорошо относились, на фронте, мы были, значит, в Юго-Западном фронте, в Атутин, генералами, в Степном, когда подошли Курской битве, мы были во втором эстетике, Степной фронт, Конев, то есть, я был Юго-Западный, в Атутин, а, Сталинградский фронт, там, не буду, не помню, вот, Сталинградский фронт, Юго-Западный фронт, в Атутин, Степной, Конев, Второй Белорусский, Рокоссовский, Первый Белорусский фронт, вот, в этих фронтах мы участвовали, ну, я их, конечно, не видел, а вот, до командиров дивизии, с командирами дивизии, непосредственно, я часто встречался, именно, в боевой обстановке, командир дивизии, был, часто, на передовой, ну, а командир полка, всегда, на передовой. Мне как-то, пу-пу, везло, кого-то быстро рали, там, кого-то убило, а я как-то, я маленький мишень, пули мимо, биды, правда, осколки биды, хватали, вот, было, контузии было, вот, тут, тут, три контузии было, одна очень тяжелая, и случайно тоже, это, форсировали Днепр, подошли там, захватили пландарм, двинулись, небольшая речушка, немцы остановили нас, контраковали, залегли, вот, и авиации бросили, и метров в пяти, может, от меня взорвала бомба, и меня отбросил, я не знаю, короче говоря, здесь, раны не было, а шишка, или я обземлю, или плоский осколок, или непонятно, и после войны я падал в обморок, вот, и мне повезло, я потерял сознание, а мимо, шел врач полка, майор, Санин Срокин, вот они меня откачали, штыком мне рот, я уже помирал, наверное, штыком рот, губы, зубы мне попорят, ну, откачали, очнулся, комфорал, вылови, кружи, ну, в общем, откачали, отошел, а остальные две, а контузии, они были не тяжелые, вот шишка, вот она, вот, а ранение, у меня тоже, вот тут ранение, значит, вот здесь было ранение, заросло, ухо чуть не отрезало, вот, если бы не повернул голову, шли, спрашивают, не зацепил никого, и в это время, снаряд, минный осколочек, мне, ухо чуть не отрезало, в общем, мне, пу-пу, на фронте везло, правда везло. кавалеристы, кавалеристы, в тыль и пошли по тылам. Их задача не в лоб штурмовать, как там города, а именно охватывать, обходить и двигаться дальше, дальше и дальше. Когда там по тылам, ну, было, брали на трое суток запас, и для лошадей овез, так, сено тюкованное на повозках для лошадей, и на трое суток брали. Когда окончалось, фронт сзади закрывался, оказались мы там в тылу, там переходили на подножный корм. Что было, то... Голодали, бывало, но это то, что сейчас говорят, были раздеты, раздеты. Неправда. Одеты были хорошо. У каждого офицера, в том числе и у меня, фуфайка и стеганные брюки, обычная гемностерка, шерстяная и обычные брюки, шинель и полушубок белый зимой. У рядового состава фуфайка и шинель. Так что, холодно мне. Кроме того, у меня еще была и бурка с точозом, такая северокавказская. Я мог в снегу прямо завернуться, лежа на земле, спать, тепло. И унты. У меня были после авиации, из авиации унты и шапку летную, теплую. Так что я мог унты, шапку и в бурку, и прямо на снегу. Ну, и спали на снегу, это на самом деле. 44-й год встречали мы это, значит, заморщик такое, а там в обороне, ну, там болотистые места такие, болота. И вот немцы, мы и немцы, ну, метров, может, 200 были. Вот. Зима, холод, у нас блиндаж, а блиндаж копать нельзя было, там трясина такая. Ну, делали как, вот, из этих, из бревен, клали сверху, плачу, палатку, крышу, внизу, отъели эти, вот. И вот 44-й подошел, значит, я решил его отметить. А у меня был хороший бынис Широков, вот, и певцы были, коль беда была, там еще год. Ну, и все, решили отметить этот Новый год. Значит, звоню до узел связи, вот, ну, и все, решил отменить, позвонил до узел связи, а меня хорошо знали, ко мне хорошо относились, ну, попросил там знакомых, чтобы меня соединяли по людям связи, все, и Широков, баян, и, значит, все, нажимаю кнопки, песни, музыка, фронтовые темные, ночь там, и так далее. Вот. Через некоторый звонок, значит, мне оттуда. В немцы подключились к линии связи. Я звоню комбату, я знаю, молчи. После, вот, а потом искали, кто же это, оказалось, что не немцы, кто-то, не знаю, искали кого, он у меня узел связи не выдал. Но зато начальник, командир эскадрона связи, дивизионного, Конобеев был такой, очень, даже после, некоторого, зло ко мне отнесся, из-за того, что в это время он как раз гулял с ППЖ, но его справлял. А тут я поздравляю немцев, и весь его эскадрон бросили по линиям связи, за что искать, где подключили сердце. Вот это было забор, новый, 44-й год. Ну, на фронте не только бои, ведь жизнь-то была, выходили, если когда, ну, на формирование, ну, прошли бои тяжелые, выводят обычный километр в 40 от фронта, 50, начинается пополнение, и тут уж жизнь всякая, значит, и девочки, и, на штанции, гулянии. 28 января 45-го года мы перешли границу Германии, и первый населенный пункт. Первый населенный пункт. Вот. Все нормально расположились, значит, вот. А хозяин, дед, воевал в Первую мировую, и по-русски хорошо говорил. Ну и вот, он мне отвел комнатку, я расположился в него там, он мне отвел комнатку, там, все, все хорошо, все нормально, я устроился, вдруг прибегает ко мне, вот я говорил, осведомитель, осведомитель Калачев, товарищ комбат, там, что, Сердюков износил, как так? Я искал построить батарею. Так, сначала иду, говорю, где? Говорит, насиновали, там. Вот, я к деду, говорю, а ваша внучка где? Говорит, у меня их две, там, они насиновали, прятались там, зачем прятались в дворочке, если бы, вот, значит, идем туда, он позвал, они спускаются, одно, 17 лет, второй постарше, 22 года, ну, вот он, 22-летний, вот, я построил, его строил, у меня стек, знаешь, что такое стек? Это стальной, гибкий пруд, обшит ватой, обмотан паклей, обшит кожей, на конце, такая вот, ну, как, типа, как это, ну, двойная, вот так, такая двойная, а здесь, ну, вот так, это для кавалериста, на руке, он, на руке всегда, вот, висит, я его отстегал, перед строем, и сказал, отдам под суд, буду, ханатаюсь перед командиром полка, отдашь тебя под суд, все, он, извинялся, чуть-чуть на колени падал, вот, а старик все это видел, я говорю, все раз, так, действительно, надо все-таки доложить, ЧП, надо доложить, командиру полка, вот, ну, захожу, иду, иду, у меня дед подходит ко мне и говорит, ну, я вот все это видел, не надо наказывать, пусть воюет, она, женщина, 22 года, она по согласию, она, он ее не насиловал, она по согласию, так что, пожалуйста, вы там, ничего этого не, не делайте, но тем не менее, я все равно замполиту доложил, вот, вот, были, но за это строго наказывали, у нас расстреляли, ну, из другой дивизии, такого же, как я, командира батареек, точно такого, расстреляли, значит, это было Люблин, когда мы на Виске стояли, они, командир этой батареи, с командиром взвода поехали в Люблин, ну, там гуляли, на окраине, где-то в доме, две польские девочки, девушки, одна, значит, с командиром взвода по согласию, а вторую, там, вроде, не согласие, а, они бы, на втором этаже, у них двойные рамы стояли, там стекла, и, значит, выйти из стекла, они это доказательство было, там, ну, вот, это, сперш, все это следили, все это дошло, и под трибунал, ну, вот, значит, трибунал, собрали со всех дивизий представителей, а поскольку это было недалеко от нас, я, я, я тоже попал туда, в этом состав, вот, значит, вырыта яма, окоп, он стоит награжденный, у него тоже ординат, тут капитан, командир батареи, вот, стоит, значит, читает, трибунал, приговор читает, все засчитал, расстрел, вышли, расстрел, значит, автоматчику, он говорит, стреляю, автоматчик отказался, то есть прокурор, автоматчик отказался, значит, он выдал, пистолет хотел, сам тоже не стал, вот, ну, говорит, повернись спиной, он говорит, я врагу не поворачивался спиной, почему-то я вам, стреляй, я, вот, ну, вот, этот капитан, добежал с обратной стороны, сзади, спину выталил, в канал, закопали, вот, жестко, жестко расправляли, это было не массовое, а абсолютно, вот это просто исключение, редко, вот у нас в дивизии, это, собственно, было два случая, все, а дивизии, это три полка, даже не три, а три кавалерийских, два артиллерийских, пять полков, дивизион РС, батальон танковый, батальон связи, да, еще хозблок, замтала, нет, расправляли жестоко, был приказ Жукова, по Первому Беларуському фронту, значит, поэтому массового не было, это, если кто это говорит, это вранье абсолютно, никакого насилия не было, немки, извините меня, охотно шли на контакты с нашими русскими, охотно, и поляшки, в том числе, нас, когда мы перешли границу, Ковель, мы, так сказать, все-таки думали, знаем, что исторические поляки всегда воевали с нами, и думали, что нам там нет, встречали первый, прямо, первый хафель, вот, цветы, гру, эти, фрукты, все хорошо, а на Весле стояли полгода мы, на Весле, стенджницы, это чуть-чуть нежнее этого Варшавы, вот, цели, так мы в садах у них, они нас приглашали, как раз абрикосы были там, это лето, июль, август, вот, сентябрь, мы выяли, подошли, и в декабре пошли дальше уже в Германию. Прекрасно, немки с удовольствием, с офицерами гуляли во все, только не таких, а у нас очень много было кавалеристов, это, все среднеазиаты, таджики, то есть, кто с конями имел дело, поставляли, а у нас был седьмой, гвардейский, брендежбургский, орденов, лейдна, красного знамя, суворов, то есть кавалерический корпус. Я не пил, впервые я был пьяным 9 мая 45-го года в особняке с одной полячкой Данюсей, женой летчика, погибшего в бою в 39-м году с немцами, и немцы подожгли, значит, а как в 41-м году дальше на восток, а они в 45-м запад просочивались назад, немцы, и два солдата подожгли этот особняк, и все, значит, а у меня овчарка со мной, как-то, я собак любил, и на фронте у меня вот три собаки было, но не везло, они погибали, вот, и она меня трясет, туда я мертвецки напился, могу даже, это был День Победы, командир полка напоил, поэтому пьянка очень, очень на фронте, и вот так, так я не пил, и в тот новый 44-й год я не пил, хотя ежедневно 100 грамм водки положено, было ежедневно, но привозили на этикетках, такие зеленые этикетки были, босковская, водка, босковская, зеленая этикетка, поставляли регулярно, до конца поставляли, но не мы везли, а нам, по обеспечению, с продовольствием и водку, постоянно. Когда в Германии, значит, набрали там трофеев разных, я много не брал, но мне очень понравились хорошие туфли, и я сестере туфли, там, что-то еще, ну, в общем, собрал посыл, и когда приехал домой, оказалось, одного не оказалось, значит, может быть, действительно проверяли, по весу один выбросили, один точно, и такое было. И сразу после 24 июня нас прямо из-под Берлида бросили сначала в Брест, а потом в Иран. и вот в Иране мы там я не знаю, что-то дело, пришли, постояли там, мы танкисты и артиллерийцы на этой стороне Аракса, а сабельники, артиллерийцы, там, на той, постояли, и потом вернулись. Нахичевань, дальше Двилехи, Киралбат, в прошлое пришли и дислоцировались, я говорю, танки и пушки, все артиллерии, то есть артиллерийские на этой стороне Аракса, а кавалерийцы перешли на ту сторону, в Иран непосредственно, ну и вот там они постояли, нас там пробыли мы, наверное, месяца полтора, потом нас сразу оттуда свели в Армению, в Нахичевань, просто видно там, может быть, какая-то готовилась заварушка, поэтому нас бросили туда, причем экстренно гнали, здорово. Ну, видно, что-нибудь все-таки надо было, поэтому я тут не знаю, на самом деле, что мы, и вот нигде, за все время нигде об этом что-то я нигде ничего не встречал, не знаю, наверное, что-то все-таки было, там же всегда англичане всегда нам старались там в Иране подложить, извините, из видео какое-нибудь, в Армении мы долго потом стояли, потом наш корпус переделали в 31-ю мехдивизию со всеми теми орденами, то есть корпус перестал существовать, а стала 31-я гвардейственная дивизия, в которой вошли бы, то есть корпус перестал, стала дивизия, дивизии три стали полками, три полка стали батальонами, ну, а эти бывшие эскадроны просто стали ротами. после, значит, из Германии, я уже говорил, нас сразу в июне побросили в Иран, из Ирана в Закавказье, вот, а из Закавказья там Кидобекс, Горы, оттуда можно было выбрать только двумя путями, либо по замену в Германию мне предлагали, я не захотел, я отказался, ну, связывать себя в жизни, я отказался, либо в Академию, и я начал готовиться в Академию, когда нас перевели в Азербайджан, уже в Кировбат, я познакомился в школе, значит, с руководителем школы, взял у них книжки все и начал готовиться для поступления в Академию, а подтолкнул меня генерал, как-то были боевые стрелки, приехали нас проверять, из Москвы был генерал, руководитель этой комиссии, ну, вот, я стрелял, отстрелялся хорошо, я вообще на фронте, кстати, очень здорово стрелял, поэтому меня дважды не отпускали, я сейчас скажу, с фронта, я мог уехать, ну, вот, когда отстрелал, он говорит, тебе, сынок, надо, а я молодой был, тебе, говорит, надо поступать в Академию, и вот он меня подтолкнул, и я тогда начал усиленно готовиться. В 49-м году сдаю вступительный экзамен в Дберисе, окружная приемная комиссия, прибываю в Москву, на набережную в артиллерийскую академию, вот, сдаю экзамены, сдавал на команды, когда приемная комиссия уже вызвана, ну, что, мы вас зачисляем, значит, на четвертый факультет, я говорю, нет, я не хотел, ну, тогда уезжайте. Я хотел на, сдавал на команды, и вот, а мне говорят, значит, на четвертый факультет по вооружению, вооруженцам, я сказал, что нет, я знаю, что такое вооруженец, и по фронту, это все, я говорю, нет, я вооруженцем не хочу быть, я так, нет, ну, уезжай, я уехал, вернулся опять в Закавказье, приехал, уже мою должность заняли, так что я месяца два, наверное, гулял, пока потом меня назначили на другую должность, уже не то, бою, а на другую должность, ну, такую же, командир, в 52-м году, значит, ну, где-то весной звонит мне, а, не весной, ну, да, осенью звонит мне начальник отдела, ну, друг, говорит, слушай, друг ты мой, разрешили двум командирам батарей поступать в Ленинградскую инженерную академию связи, поедешь, я говорю, конечно, все, вдвоем Виктор Косолапов, вдвоем, два командира батареи, вот, а это уже готовили для ракетных войск, поэтому артиллеристов, все, приехали мы в Ленинград, я-то был готов, я сдавал его артиллеристов, ну, мой друг Косолапов, ну, вместе рядом сидели, в общем, я его, мы поступили, зачисляют нас на 5-й райотехнический факультет, вот, ну, там, система радиоуправления, приемная, передающая устройство, учиться было очень тяжело, очень, 5 лет, очень тяжело, особенно для третьего, четвертого курса, теория электромагнитного поля, то, приемные передачи, там, там, волоконная оптика, ужас, я спал, может быть, часа 3, а жил в общежитии, первый год, жена, так и была, вот, ну, все, первый год, я все, закончил, нормально, вот, там есть, после первого отпуска, он, первый отпуск, после академии, все, закончил академию, я хорошо, с правом выбора, и я выбрал, кстати, когда прибыл в УК, это в Москве, на набережной, главный право ленинкаторов, естественно, вот, прибыл туда, мне кто-то подсказал, ну, мне везло, правда, он, говорит, ну, что-то, я говорю, ну, куда, я говорю, войска, а зачем войска, вот, пойдешь в институт, я говорю, какого, а вот, научно-исследователь, боже, я говорю, так я же ничего, умеешь, академию, окончил, хорошо, значит, ну, я тебе советую туда, он, сад, не войска, вот, и я прибыл, значит, сюда, в НИИ, четыре, в Болжо, тогда, это было просто село Болжо, потом это город Юбилейный, теперь Юбилейный, влился в Королев, теперь и город Королев. Самый, это был головной институт, он гремел на весь мир, его знали не только вот у нас в стране, его знали и за рубежом, и за границей, готовили же ударить, когда готовили вот, там, сколько-то ударов, американцы готовили, в том числе, готовился удар вот сюда, по Королеву, а сразу после войны готовили удар, там, бомбовый, по всем нашим крупным городам, я сейчас уже не помню, сколько, ну, очень много, а это, 47-й, уже это планы были, но они и сейчас, они и сейчас, эти планы есть. Я в НИИ-4 прибыл, все хорошо, и меня комбинируют в Енисейске в 1958 году, строить, значит, обеспечивать полет ракет и космоса, говорят, там все, приехал, ничего нет, голое поле, и я вместо месяца, год пробыл там в комбинировке, выстроил этот измерительный пункт, сформировал его, обеспечивал все кадры из Москвы, напрямую связь была с Москвой, получаю, у меня было инверации 5-50, непосредственно, вот, получаю распоряжение из ГУКа, дать соображение по кадрам, то есть по штату, вот, кого оставить, кого надо, я вывожу себя за штат и отправляю, прибываю в ГУК, он смотрит, а ты как? Говорит, ой-ей-ей, ну же, жулик, ну ладно, все хорошо, возвращаюсь опять в этот институт, и в институтах хорошо, когда я там прошел школу, от нуля, весь этот пункт, я знал очень хорошо, и в институте, и у меня складывающие, сначала я ведущий, потом старший, научился, потом за флавом, потом начальник отдела, тут же мне полковника присвоили, вот, так что, все, все хорошо. Моя задача обеспечить правильность контроля полета траектории ракеты, все время следить за ней, передавать эти координаты в реальном времени, передавать, значит, на средства, которые обрабатываются, дальше, после этого, передавать корректировку на борт, там, корректировка траектории. Это очень главная основная работа, и я в этом какую-то песчинку. Заранее траекторию рассчитали, ее заложили в технику, и дальше запустили, она должна быть, если она там менялась, значит, вот, за ней все время следили, и все время вводили корректировку, если она черт меняется, корректировка, до самого падения, туда, куда она должна упасть. А потом я обеспечивал полет Гагарина, и у меня есть, значит, награда за Гагарина. Но в это время я уже был, сидел в Желарде, в Казахстане, прилетал, обычно я на все полеты летал, я по системе радиоуправления работал непосредственно заместителем и генералом по науке. И обычно я вылетал либо с командой, с экипажем Королева, либо с экипажем главного штаба из Перхушкова, два, вот, либо так прилетал в Бальконур, а оттуда на машине к Зеларду. Там два было системных, наземных пункта, они вот так следили за полетом, передавали сюда координаты, тут вводились корректировка, передавали к нам, и мы опять передавали туда набор. Вот каждая ракета и все про космопуски, и вот в частности я обеспечивал полет Гагарина. Первый запуск объявили, почему в это время шла конференция где-то там на Западе. Именно к этой конференции был запуск Гагарина. Риск всегда есть. Мы старались, чтобы было нормально. мы старались со своей стороны, а там уже пусковики, они. Один раз, правда, выговоры уже министр подписал. Одну ракету пустили, и она упала. Упала в Казахстане. И все измерительные пункты это Красное Сево, Евпатория, Колпашево в Новосибирском, на Дальнем Востоке, все дали, что она нормальная. Мы единственные дали, что она не права, она упала. Мы же ракеты, обычные все ракеты отработали, не четыре, отрабатывали все ракеты. Я сидел на пункте в Енисейске, и мы следили. Он должен налететь и говорит, пик-пик-пик. Мы этого не слышали. Значит, тогда по звуку еще не было отработано, и мы должны, он у нас в Черезенеце 7 минут должен налететь и давать сигнал. Пи-пи-пи-пи. Вот такие. Не было этого. Мы и дали. И нас опять обвинили. Почему не права? Оказалось, мы единственным дали правду. Он и не должен был мешать. И не поверили. А я отвечал за всю технику, вот в институте. Два этажа. Там было две машины, УВД, ПУВД. Столько было технику, страшно. Восьмой отдел так называемый. Ну, все. А мы дали так. Все. А вызывает меня начальник управления и говорит, ну что, Коля, родной, крови требуют. Я говорю, придется у тебя брать. Я говорю, за что? Ну, не сработали мы. Значит, неправильно дали. Я говорю, ну я-то при чем? Все нормально. Ну, что делать? Все, приказ министра, выговор мне. А через сутки поисковые команды, обычно как, когда пропала ракета, где-то район, вылетает команда там, в Казахстане, из Байконура. И ищут. Нашли место, мы правильно дали место падений, нашли, тут же с меня отменили этот приказ выговора. Ну, во всяком случае, если не каждый, то через раз с ним. Когда я летел с ним в экипаже, в его экипаже, ну, а когда летел в Перхушково, то есть два экипажа всегда летели туда, в Байконур, на пуске, перед пуском. Из-под липок вот Королевская команда, а из Перхушкова это ракетное, главнокомандование ракетных войск. Всегда два экипажа летело туда. Я либо с этим, либо с ним. Брали, они меня брали, либо туда, либо туда. Королев, междуотличный организатор, хороший мужик, крутой мужик. Вот, он требовал, во-первых, у него было никогда в понедельник не планировались пуски. Почему? Говорит, какой-нибудь, извините, мэ, гайку, что-нибудь там или не подвезли. Поэтому в понедельник никогда пусков не было. Никогда. В праздниках мог накануне выпить, он и говорит, какой-нибудь там и матом, он ругался, матом здорово. Вот, однажды сидим мы, а там кино, кинотеатр, сарай, громадный, длинный сарай, кинотеатр. Ну, однажды сидим, а Мишин у него был заместитель, сидел в первом ряду. Ну, я тоже недалеко там сидел. Забегает и сразу на него, туда твою машу, ты чего тут сидишь? Там вот тут, 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 кощу бежит. Он был крутой ко всем, но если кто попадал в какую-то беду, он всегда выручал. Вот, за то, что мы тогда ракету правильно дали, он сразу на второй день приехал к нам туда, вот, где Марс наш, в это, в центр, в НИИ-4. Чек на 25 тысяч бросил. И в управление гуляло. После этого все. Все. Королев, ну что вы, тогда на это все бросали. Что вы, тогда денег на это не жалели. Это был престиж, престиж страны. Поэтому там нас постоянно посещали председатель ВВК Семенов, к нам часто приезжал Устинов, к нам приезжал Брежнев, часто у нас был Келтыш, может, помните бывал у нас герой со струда Лебедев, директора НИИ на этом в Москве. Ну а из-под Липа эти тут так что у нас мы всех, со всем я был знаком. Чаем поил у всех. У меня был кабинет, там коньяк стоял, выпив, но не я, это они обеспечивали институт. Не я, конечно, покупал. А когда они уезжали, оставалось я отдавал своим, почему они там расправлялись. Ведь сейчас мы живем только почему? Потому что у нас есть ракетный щит. Если бы его не было, ведь на России спокон веков, сколько она существует, на нее все время все пьяники, глаза. Я проклинаю Горбачева и Ельцина. Почему они, простите меня, гады, развалили армию, которой я лучшей жизни своей отдал. Это была лучшая армия в мире. Ее боялись. А боялись, это хорошо, что ее боялись. Второе, развалили страну. Ведь он взял из Германии, вывел наши войска, Горбачев, в чистое снежное поле, в чистое, не палаток, ничего. Зачем вывел, если бы наши войска, кто его гнал? Он хотел выпить себя показать. Американцы там? Там. Почему мы вышли оттуда? Если бы мы там были сейчас, Литва, Эстония, Латвия, они бы сидели как мыши в тишине. Зачем это делать? Это предательство, самое настоящее. Я считаю, это самое настоящее предательство. Ну, чтобы себя, чтобы себя. Чего он поехал к этой англичанке, с ней он беседовал, она его расхваляла. Почему? Потому что он вредил нам, поэтому она его и хвалила. Очень переживал за армию, плевали на этих армейских. Молодежь особенно, это ужас, что было. Я не выслуживался никогда. Не я искал должности, а меня искали, доходили. И потом, когда ушел в институт в 1976 году, я мог еще оставаться, ну, получил приглашение в Министерство радиоэлектронной промышленности, замначальных главков, вот по таким же средствам. Все, были подписаны два приказа, приказ министра обороны и приказ министра радиоэлектронной промышленности, вот где старая Москва там. Вот, и все, было готово, я уже собирал вещи, и вдруг звонит начальник глав, которым я шел заместитель, говорит, друг ты мой, беда, что беда, прибыл новый министр, тянет свое, что будем делать? Я говорю, да ничего, ну что, отменять приказ? Я говорю, конечно, отменять приказ. И тут, когда узнали, вынесет, что будем делать? Я говорю, я буду увольняться. Я уволилась, и меня сразу в министерство сельского хозяйства, агропром, Маша Паралаева, замначальника главка. Я там 10 лет, потом, значит, заведующим лаборатором НИИ в бытищах, опять 10 лет, потом 24 года, директор батишного жиловного агентства, это коммерческое, инфолайн, так называемое. Все, я не знаю, дустерство, он мне милые и не знаю, Продолжение следует...